В моих руках легкий металлический ультрабук с четким 120-герцовым экраном, мощным 12-ядерным процессором, испарительной камерой, 16 гигабайтами DDR5, но самое главное, в нем самая быстрая на данный момент интегрированная графика Intel. Недавно мы тестировали самую мощную встройку от красных, сегодня посмотрим на что способен вот этот малыш, раскроет ли Intel XE Graphics возможности быстрого экрана и как показывать себя один из самых лучших ультрамобильных i7 в рабочих задачах. На связи МК, тестируем встройку Intel. Поехали! Если в первом ноутбуке Tecno Megabook T1 стояли достаточно слабые процессоры 10-го поколения, то здесь компания исправилась и поставила пусть не самый новый, но все еще достаточно быстрый i7-1260P. Он, конечно, на 10-15% слабее решения Core 13, но в случае с ультрабуком погода это не сделает, а интегряжка вообще с точностью до последнего вычислительного блока такая же. 12-е поколение использует два типа ядер. В случае с i7-1260P это 4 быстрых и 8 энергоэффективных, с бустом до 4,7 и 3,4 ГГц соответственно. В итоге с одной стороны получается очень высокая производительность, в тесте Sinebench R23 у нас 8,5 тысяч попугаев, а это уровень восьмиядерного i7-9700K, который потребляет за сотню ватт. С другой стороны энергоэффективные кокосы как раз нужны в ультрабуках, чтобы увеличить время автономной работы, но об этом мы еще поговорим. Вернемся к синтетике. В тесте CPU-Z процессор выбивает порядка 600 баллов в однопотоке и 4300 в многопотоке. Это снова уровень 9700K и лишь на 10% ниже, чем у народного шестиядерника i5-12400. Так что процессор для ультрабука очень бодрый. Но, как мы знаем, бич тонких лэптопов – это плохая система охлаждения. На официальном сайте Tecno обещают, что охлаждение отведет от процессора не менее 35 ватт. Правда, вот долгий тест в Sinebench показывает, что теплопакет процессора ограничен стандартными 28 ваттами. Увеличить его через BIOS нельзя, там по стандарту минимум настроек. Думаю, с 35 ваттами охлаждение бы справилось. При 28 ваттами i7-1260P греется в Sinebench ниже 80 градусов, бустясь под 2 ГГц. С учетом критической температуры в сотню, запас у испарительной камеры хороший. Как и в других ультрабуках, Megabook S1 использует LDDR5 память, но на частоте 4800 МГц. Для i7-12 поколения это не предел. Можно было поставить 5200, и это бы улучшило результаты интегряшки. В любом случае, 16 ГБ используют полный 4-канальный режим работы, и скорости в тесте Аиды получились на уровне 60-70 ГБ в секунду, что неплохо. Но при задержках выше 100 на секунд, а это уже высоковато. Слот для SSD в ноутбуке только один, хотя BIOS говорит о двух. И это единственное, что можно заменить. ОЗУ и процессор, разумеется, распаяны. Крышка держится на болтах Torx T5, так что обычной крестовой отверткой не открутить. Внутри стоит PCI-Express 4.0 NVMe SSD на 1 ТБ от фирмы 4C. В CrystalDisk Mark это 5 ГБ в секунду. Такой же мы видели в предыдущем Megabook. Ну и самое главное – видеокарта. Intel, как и AMD, ставит лучшие встройки только к топовым процессорам. Так что получить максимальную 96-блочную графику можно лишь на i7 и лучших i5. Большая часть i5 довольствуется уже 80-блочной графикой, а i3 достается уже на 48 блоков. Хотя даже эти шестиядерные CPU вполне способны тащить куда более мощные дискретки. В нашем случае никаких урезаний. Доступны все 96 блоков на частоте 1400 МГц. И такая лучшая графика Intel в 3DMark Time Spy выбивает полторы тысячи графических попугаев. Это результат аккурат между GT 1030 и GTX 1050. Уровень далеко не рекордный. Та же Radeon 780M оказывается ближе к народной GTX 1650. Но здесь все же ультрабук, процессор которого имеет очень ограниченный теплопакет. Смотрим на игры. У ноутбука четкий экран 3200 на 2000 пикселей, но разумеется тестировать игры на интегряшке в 3К нет смысла. Такое разрешение сдюжит не каждая дискретка. Снижаемся до более низких разрешений, кратных 16 DC. Начнем с киберпанка. Поиграть в 1920 на 1200 даже с выставлением умного масштабирования XESS на режим качества не получится. На низких настройках графики в средний FPS по бенчмарку не дотягивает и до 20. Это абсолютно неиграбельно. К тому же хорошо видно, что 28 Вт процессору интегряшки откровенно мало. Последняя нередко проваливается до 800-900 МГц, что в полтора раза ниже максимальных для нее 1400. И это неудивительно. Ей достается всего 8-9 Вт из теплопакета. Остальное забирает себе 12-ядерный i7. Именно поэтому логичнее было бы ставить такую графику к менее ядреным i3. В таком случае большая часть теплопакетного одеяла доставалась бы в стройке, и она бы бустилась сильней. В 900p четкость картинки с XESS на производительности падает еще сильней. Зато можно получить чуть выше 30 кадров. Формально это играбельный результат, и владельцам PS4 даже он был недоступен на старте. Но качество картинки не радует. И это понятно, ведь реальное разрешение рендеринга лишь 720 на 450. При езде по городу кадры могут падать ближе к 25 при желейном управлении. В целом, так конечно пройти игру можно, но только при сильном желании и полной безысходности. Если запустить Far Cry 6 без масштабирования в 1200, результат тоже неиграбельный. 26 фпс в среднем. Даже для однопользовательского шутера это крайне мало. Придется включать FSR, который тут в супер мыльной первой версии. В режиме на качество картинка еще терпимая, и можно получить в среднем почти 40 кадров. Так играть уже можно. Нужно больше? Спускаемся до уровня PlayStation 3. И под 50 фпс на FSR в режим быстродействия. Конечно, круто, но невольно вспоминаешь времена первого Far Cry. Разумеется, мы не могли пройти мимо свежего хита, забравшегося практически на вершину пьедестала популярности Steam. Правда, побегать в Baldur Gates 3 будет сложновато. Получить стабильные 30 кадров можно только в HD разрешении и выставлении мыла FSR первой версии на качество. С учетом пошаговости играть так, конечно, можно, но будет постоянно вспоминаться второй Diablo. И нет, не ремастер. Пока результаты удручают. Но, может, в пятой фарзе производительность будет выше. Гонки нормально работают даже на Xbox One. В 900p с XESS в режиме производительности. Средняя в PS около 40. И скрипя зубами, так играть было бы можно. Но картинка откровенная мыла, и практически каждую секунду случаются ощутимые статтеры. Возможно, если бы видеокарта могла бы бустить на максимальных 1400 МГц, результат был лучше. Но, увы, из-за низкого TDP частота интегряшки постоянно прыгает. И если вы думаете, что куда уж хуже, у интеловской графики всегда припасены сюрпризы. Ремейк Last of Us не запустился вообще, постоянно падая с ошибкой. А Black Tale Requiem запустился, но строго противопоказан эпилексикам. Судя по всему, графика XE плохо дружит с реализацией освещения в этой игре. И она превращается в артхаузный хоррор с красным стробоскопом. С учетом того, что даже на минималках с масштабированием на ультра производительность FPS не доходит до 30, можно смело считать эту игру реквиемом для интеловских строек. Ладно, перестанем мучить эту лучшую 8-ваттную графику и вернемся на землю. С чем у Iris XE проблем нет, так это с популярными онлайн проектами. Так что в Dota 2 можно без проблем поиграть даже на высоких настройках графики в 1920 на 1200. FPS в таком случае порядка 60 кадров. Хотя, конечно, могло бы быть и 100, если бы интегряшка бустилась на максимум. В мире танков тоже все отлично. На средних настройках графики в HD клиенте 1920 на 1200 можно получить под 60-70 кадров. Без всяких фризов, с комфортным управлением, так что пробивать броню врагам с красивой графикой этот ноутбук вам позволит. Нас просили в комментах включить тесты CSGO. Здесь тоже 1920 на 1200 и проблем нет. В киберспортивно низких настройках кадры прыгают в 45-80 и в принципе играть комфортно. Хотя, конечно, ждем в комментариях потомственных киберкотлет, которым нужна минимум сотня FPS. В итоге, лучшая интегрированная графика Intel скорее разочаровала, чем порадовала. Графика XE появилась еще в 11-м поколении синих процессоров почти 3 года назад. И тогда она реально выступала на уровне лучших встроек Vega в процессорах Ryzen. Но если с тех пор красные выпустили уже пару поколений iGPU на новейших архитектурах RDNA 2 и даже RDNA 3, которые реально тянут современные игры нередко в Full HD без всяких графических проблем, то вот Intel продолжает топтаться на месте. Топовая XE смотрится бледно. Она абсолютно не подходит для современных игр из-за низкой производительности, из-за проблем с драйверами, из-за небольшого TDP, которого просто не хватает в стройке вместе с мощным процессором. Так что логичный максимум Iris XE это киберспорт в Full HD, где можно получить играбельные кадры с хорошей графикой. Но у Intel все же имеется пару тузов в рукаве. Во-первых, она без проблем переваривает даже 8К видео. А с учетом того, что в ультрабуке шикарный 15-дюймовый экран с разрешением 3200 на 2000, можно будет в полной мере насладиться фильмами и роликами с YouTube. Этому же, кстати, способствуют 6 динамиков с DTS. Звук для ноутбука просто отличный. Есть даже басы. Во-вторых, интеловские встройки поддерживают Q-Sync, а это значит помогают процессору быстрее обрабатывать видео. Тестовый 5-минутный 4K ролик в премьер со сложным эффектом блика i7-1260P вместе с XE отрендерили за 5 минут. При этом интегряшка точно помогала, будучи нагруженной на 50%. Чего нельзя сказать про встройки AMD, которые даже записывать экран через драйвер не умеют. А вот в блендере, как и у AMD, XE процессору не помощница. Для активации GPU-ускорения OpenAPI нужна дискретная видеокарта Intel. Поэтому отдуваться за двоих будет процессор. Тестовую сцену класса 12-ядерный i7 отрендерил за 13 минут. Не слишком быстро, но вот для сравнения типичный ультрабук с двухъядерным i3-1115G4 справился с этой же задачей более чем за полчаса. Так что работать с простыми 3D-проектами на мегабуке можно. В целом сам ноут неплох. Есть и быстрый Wi-Fi 6 вместе с Bluetooth 5.1 и полноценный USB-C4 с возможностью подключения внешней видеокарты или быстрого SSD. Есть слот microSD, фотографы оценят, хотя SD как-то более по канону. Пару полноценных USB-A 3.1, а также HDMI 2.0. Можно подключить 4К-монитор, стройка вытянет без проблем. Наконец-то производители стали отказываться от ужасных 720p камер. Здесь стоит 2-мегапиксельный сенсор с шторкой от шпионов. А еще стоят несколько микрофонов с ИИ-обработкой. Качество звука и картинки предлагаю оценить в комментариях. Стрелки на клаве полноразмерные, что редкость в ультрабуках. Разумеется, есть подсветка. В кнопку встроен шустрый датчик отпечатков. С его помощью можно быстро входить в Windows и просматривать пароли в Chrome. Ну и что важно, для тонких ноутбуков аккумулятор. 70 Вт часов. Это хорошее значение для 15 дюймов. Но нужно помнить, что здесь и достаточно мощная i7 и яркая 3К-матрица. Так что в режиме высокой производительности при серьезной нагрузке не рассчитывайте больше, чем на 1,5-2 часа. Разумеется, в режиме экономии, приглушив экран до половины, смотреть ролики можно дольше, до 8 часов. Практически весь рабочий день. Вот такая она, самая мощная встроенная графика Intel. Я провел с этим ноутбуком больше недели, даже брал его с собой на отдых. Экран, звук, мое почтение. Вот они прям порадовали. Кому интересен данный девайс, ссылочка на него будет в описании. Там же в описании ссылки на наши соцсети, Телеграм и ВКонтакте, где мы каждый день публикуем для вас самые интересные новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся, жду вас в комментариях. Пока.